всем привет друзья сегодня я хотел вам представить обзор на модель компании 7 под номер 48903 миг 25pd истребитель перехватчик первое что мы видим у нас красочный бокс арт просто обалденный красивый самолет кстати часто делают что самолет в бокс артах стоит на компания 7 тела данный модель летит и это плотно сидит бокс арт у нас очень плотно сейчас прям вообще вот она наша коробка курс арт что у нас коробка пакет с литниками инструкция и декаль так декаль у нас две что тоже плюс давайте я вам покажу сначала одну то есть вот наш декаль вот так вот такая у нас декаль и технический надпись декали компания 7 выполнят на новой бумаге декали переводится клеится все отлично и замечательно и приступим далее далее инструкция инструкция у нас выполнена в виде журнала формата а4 инструкция у нас указана номера красок в палитре равен теме далее ну тут у нас как всегда технические описания модификации далее у нас литники красного обозначаются детали которые не используются при постройке данной модели и еще один разворот придусь быстренько вверх инструкция подробно каких-либо неудобств нет все четко подробно описывается каждый шаг что да прикрепляет клеится тут у нас предлагается установить груз 25 грамм дальше готова модель у нас ракеты тут у нас технические надписи куда что клеятся и компания 7 предлагает нам 4 модификации это у нас в сельков 89 ввс ссср 86 ввс ирака конец 80-х ввс ливии 90 ввс мы теперь наш литников дальше что мы ее приближаем на крыльях Далее, крылья, то есть расшивка, все видно, клепочка, все четко, дефектов не обнаружил, толкатели на внутренних щитах элементов, Недоливов нет. Следующий у нас, на данном литнике присутствуют мелкие детали, которые прилиты отлично. Так, тут у нас какое-то рифление, но также прилиты хорошо, так, тут все замечательно пролито, в каких-либо дефектах не обнаружено, обороны или недоливов. Далее, наш шасси, тут есть, шасси, отлично, протектор, все видно, не может смысла покупать какие-либо дополнения даже на данную модель, То есть, все здесь сделано отлично. Толкатели внутренние, расшивка четкая и видно, клепочки все пропечатаны. Дальше, следующее. Насывая часть. То есть, тут также все. Расшивка, клепки, облоя, каких-либо дефектов нет. Так, расшивки. Все пропечатано, все хорошо. На мелких деталях облоя нет. Пропечатано замечательно, пролито точнее, пролито замечательно модель. То есть, каких-либо дефектов не обнаружено. Дальше, следующий литник. Это у нас ракеты. Таких литников у нас два. Я покажу, потому что они абсолютно идентичны. Тут также, хочу прийти к мнению, все отлично. Облоя, дефектов каких-либо, ничего нет. Вот. Все пропечатано шикарно. То есть, тут мелкая какая-то расшивка. Не видно. Верхняя и нижняя часть плоскостей. Сама это фиделяжа. То есть, тут также расшивка, клепка. Расшивка четкая. То есть, ее залить, наверное, будет. Выглядит. То есть, по ней смывочкам все пройдет шикарно. Так. Толкатели на внутренних элементах. Каких-либо эффектов не обнаружено. Ну и теперь литник с пластикой. Как и уже было, кем убрать. Пластик, он съел, он очень нравится. Казачный. Все. Видно шикарно. То есть, вот читает текст. Тут у меня есть буквы маленькие. Все видно. Все без искажения. То есть, если вы уделите внимание кабине самолета, то через остекление это будет все видно. И это будет приятно потом смотреть на модель. Когда берете с полочки, смотрите, а там все это видно. Ну вот и все. Давайте остановимся, скажем так, под итог. Если вы увидите, скажем так, современную авиацию, то эта модель должна быть в вашей коллекции. Потому что она качественная. Судя по сборкам, которые я видел, также проблем она не доставляет. Но не именно вот эту модель ПД. ПД я еще не видел. Увидел другие модификации. То есть, люди не жалуются. Все отлично. И получается шикарные модели. Уже много, опять же говорю, не ПДшных, а других модификаций. Компания ACM есть уже в сети. И люди только довольны. Поэтому, если вы собираете Ми-25, то эта модель именно для вас. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok